Здравствуйте, Евгений Николаевич! Как думаете, Сергей Есенин сам ушёл из этого мира или ему помогли? Сам или помогли? Это один из тех вопросов истории, вот гибели известных людей, которые, по всей вероятности, навсегда останутся нам на 100% непонятными. То есть мы можем, догадываться, строить очень обоснованные или не очень обоснованные версии, но вот здесь это тайна, которая покрыта многими-многими теми, кто был причастен и к жизни, и к смерти. Ну, давайте посмотрим. С одной стороны, мы имеем что? Мы имеем... Да, Есенин страдал алкоголизмом. Да, он уже... Были очень большие психические проблемы. Да, он разуверился в возможности хорошего развития большевистской власти. Да, Есенин потерпел полный крах в личной жизни. Почему? Потому что Есенин был гениальный поэт. Есенин – это был не выдающийся, это был не талантливый, не знаменитый, это был гениальный поэт по-настоящему, но абсолютно примитивная, не хочу оскорблять, но, в общем, очень примитивная личность. Малообразованная, неумная, порвеню, выскочка деревенщины, которая для утверждения своего статуса ему нужна была вот танцующая старуха-звезда Айседора, вот внучки известного помершего совести русской интеллигенции Толстого, для того, чтобы, так сказать, быть в интиме. Вот, для удовольствия был Кузьмин, там Клюев, ну, неважно, там отдельная история, где Клюев, где Кузьмин. Короче говоря, Клюев, короче говоря, крах в личной жизни. Но, с другой стороны, вы понимаете, он был абсолютно неудобен, потому что, ну, как, крестьянский поэт, который понимает, что деревня рушится, известнейшая личность, которая спивается и которая несет на каждом углу такое, что лучше не говорить. Это очень неудобная фигура. И для ОГПУшников это прямо вот такая мишень номер один для того, чтобы прибить. Почему? Ну, мы не можем в черепушку влезть с них, да. Обстоятельства. С одной стороны, вроде бы дверь вышибали, была закрыта, но это ничего не говорит. Есть окно, и можно так заблокировать дверь и так далее. Был побит, не был побит на фотографии, вроде бы да, но на самом деле одна фотография, сложно сказать. В конце, по-моему, в 89-м году было проведено расследование, но кто проводил, совки же и проводили. Сказали, что нет, все самоубийство, но кто проводил, проводили совки. Замечательно, очень интересно. Стихотворение. Вот стихотворение, да, гениальное стихотворение. Скорее всего, кровью, вероятно, действительно, за день мог как бы передать. Но мы не видели, как он передавал стихотворение. Ясно, что ОГПУшники не могли такое стихотворение написать, но поэт мог и без самоубийства такую печаль и заложить. Поэтому здесь, ну, невероятно все сложно. Вы знаете, по контексту происходящего, да, скорее всего, могли и устранить. По контексту его настроения, жизни, состояния, огромная вероятность, кто покончил с собой. Поэтому это, знаете, надо исследовать. Я специально этим никогда не занимался. Возможно, будущим займусь, я выскажу какое-то очень точное суждение, аргументированное сейчас. Пока, возможно, так 50 на 50, ну, 60%, что устранили, 40, что самоубийство. Но я думаю, что да, вот 60-65, что устранили, потому что так бы он еще спивался какое-то время. Какое-то время еще спивался бы. Но вы знаете, он, в принципе, был уже, к сожалению, к большому, он уже был не жилец. То есть, сколько бы он еще мучился, пока там не попал под машину, не спился, еще что-нибудь, это мы не знаем, сколько лет. Но вот это уже, это трагичная ситуация. Гениальный парень, который вырвался в ту жизнь, которую он не понимал, не умел, не знал, вовремя не сбежал и так далее. Ну, вот так, вот так.